В студии с выпуском новостей Меркедрасов. Здравствуйте. 140 ребят из города Кумертау и Куиргазинского района пойдут служить в ряды вооруженных сил России в осенний призыв. Сейчас в военном комиссариате города проходит плановая работа молодые люди, проходит медосмотр, члены комиссии уточняют данные в документах и принимают решение отправлять того или иного призывника в армию или дать отсрочку. В отдел военного комиссариата ребята приходят по повесткам. Медицинский осмотр все уже прошли и остается встретиться с членами призывной комиссии, по решению которой одним предоставляется отсрочка, других направляют на дополнительный медосмотр, у кого и здоровье, и документы в порядке, готовятся к призыву. Работа комиссии расписана в соответствии с графиком, который утверждает ее председатель, глава администрации города Борис Беляев. С каждым он беседует лично, где хотят ребята служить, как настроение и готовы ли идти на службу. Члены комиссии обращают внимание не только на состояние здоровья призывника. Учитывается его физическая подготовка, образование и многие другие критерии для того, чтобы определить его в те или иные войска. Родители, как в предыдущую кампанию, имеют право присутствовать в работе комиссии. По словам начальника отдела военного комиссариата, осенний призыв 2016 года практически не отличается от весеннего. Родители могут присутствовать на заседании призывной комиссии. Ребятам, соответственно, кто будет уходить в ряды вооруженных сил, будут выдаваться сим-карты. Это позволит родителями поддерживать связь и родители могут общаться с детьми. Настроения ребят разные. Одни еще не готовы служить, другие воспринимают это как неизбежный факт. Но есть категория юношей, которые наоборот стремятся в армию. Это нужно, так как все-таки армия это социальный институт, как никакой, и его нужно пройти. Он формирует личность, характер и так далее. Поэтому он играет одну из немаловажных ролей в жизни человека. Ну, считаю, что нужно идти служить, долг родине отдать. Ну, после учебы, после университета, естественно. Ну, а что дает, не знаю, опыт какой-никакой. Первая отправка в ряды вооруженных сил России планируется 27 октября. Призыв продлится до конца года. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Как искать талантливую молодежь? Необходимо проводить творческие мероприятия и представлять им шанс на сцене. Сегодня в Кумертавском филиале ОГУ воплотили праздник в настоящее шоу. В университете искали новых звезд. Подробнее расскажет мой коллега Константин Меркушев. Это все, что останется после меня. 12 октября в здании третьего корпуса Кумертавского филиала Оренбургского государственного университета состоялось торжественное мероприятие под названием «Алло, мы ищем таланты». На концерте присутствовали преподаватели, студенты и директор Валерий Онищенко. Валерий Алексеевич заметил, что подобные концерты помогают не только выявлять новые таланты, но и помогать студенту становиться личностью. Мы готовим не только специалистов, но и всесторонне развитых, эстетично воспитанных людей, которые могут войти в жизнь самостоятельно, чувствуя в себя уверенность в своих талантах, в своих способностях и в своем продвижении вперед. Стартовая позиция, и мы их проводим ежегодно. Ведь результатом становятся уже замечательные творческие наши коллективы студенческие, которые практически участвуют во всех городских мероприятиях. В качестве жюри были приглашены выпускники Кумертаусского филиала. Они приняли предложение охотно. В свою очередь директор университета выразил большую благодарность за их участие в мероприятии. Я очень благодарен и выражаю славу глубокой признательности нашему сегодняшнему жюри, которая полностью состоит из наших выпускников, которые прошли эту школу и были в таких же стартовых позициях, как сегодня оказались наши первокурсники. А сегодня они достойно представляют уже молодежь нашего города. По традиции в конкурсе должны участвовать студенты только первого курса. Но в этом году по просьбе второкурсников и им предоставили минуту славы. На протяжении часа студенты радовали зрителей песнями, танцами, шутками и другими художественными номерами. Артисты вызывали у зрителей большую бурю аплодисментов. По словам выступающих, они не боялись выходить на сцену. Некоторые даже с большим нетерпением ждали этого дня. Нет, не боялась. Я горела этим желанием. Мне очень хотелось. Я хотела, чтобы скорее наступил этот праздник. Я получила море, просто массу удовольствий. Мне безумно все понравилось. Я хочу еще. Александра исполнила стихотворение собственного сочинения. Она рассказала в своем произведении о неожиданной любви парня и девушки. Это просто. Я смотрела фильм, увидела двух, увидела пару. И мне пришло вдохновение. Я написала. Это не мой жизненный. Настолько ярко показали себя ребята, что жюри было сложно определить победителей. Но в конкурсе все равно должен быть чемпион. Им стала группа экономистов, поразившие судей своей оригинальностью и обаятельностью. Воскучаем по школе вроде да, но уже не будет нам никогда. Мы поступили все в универ, до старших друзей берем пример. В конце мероприятия призеры были награждены дипломами и сладкими призами. Но это только начало. Теперь уже лучшим артистам университета предстоит готовиться к творческому конкурсу, который пройдет в городе Оренбург. 2 ноября у нас проходит ежегодный конкурс «Студенческая осень», который проводится в Оренбурге, где участвуют как головной вуз, так и институты, колледжи, в том числе и филиалы. Кумертауский филиалагу в прошлом году, например, на этом конкурсе занял первое место. Естественно, нам планку снижать никак нельзя, поэтому сейчас ведется подготовка к этому конкурсу. И, конечно же, то мероприятие, которое мы провели сегодня, оно является очередным этапом подготовки к данному мероприятию. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Ну а тем временем в Кумертаус стартовала методическая неделя для сотрудников городских дошкольных учреждений. Темой первой сессии, которая прошла в детском саду «Ромашка», стала инновационная практика. Представители детских садов нашего города поделились опытом применения различных новшеств в своих организациях. Гостей мероприятия встретили яркими творческими номерами воспитанники детского сада. Мир, в котором развивается современный ребенок, отличается от мира, в котором выросли его родители. Соответственно, появляются новые требования к дошкольному воспитанию, как к первому звену образования и, конечно же, использование информационных технологий в нем. Вообще сессия посвящена тому, чтобы радостно, интересно, взаимообучаемо провести это время, чтобы подняться над суетой надбудничной, чтобы обменяться опытом друг с другом. На встрече с докладами об информационно-коммуникационных технологиях выступили заведующие детского сада и старшие воспитатели. Они рассказали о проделанной работе в этом направлении, использовании интерактивной доски в образовании младших дошкольников, мастер-классах с одаренными детьми и о пользе внедрения детских исследовательских проектов, воспитательную программу. Для нас это не новый вид работы, использование интерактивных технологий. Мы используем их давно, но, естественно, с каждым годом опыт прибавляется. Дети приходят разные. Мы, конечно, преследуем и индивидуальные особенности каждого ребенка, потому что дети приходят с разным уровнем знания компьютерных технологий. И поэтому все, что новое, оно все интересное, а то, что интересно детям, интересны и нам, педагогам. Семинар прошел в формате живого диалога. Присутствующим было предложено рассказать об инновациях, применяемых в их учреждениях, проанализировать полезность внедрения новых технологий и проблемы, связанные с этим. Методическая сессия продлится в течение трех дней. Участников ждут открытые просмотры, мастер-классы и круглые столы с подведением итогов сессии. В этом году Клуб инвалидов «Элохим» отмечает 25-летие. Сейчас идет подготовка к празднованию этой даты. Нужно отметить, что это единственное в республике спортивное объединение для людей с ограниченными возможностями здоровья. В гостях у «Элохимовцев» побывала наша съемочная группа. «Элохима» – это не только клуб для занятий физической культурой и спортом для инвалидов. Это место, где люди общаются, делятся горестями и радостями, воспоминаниями. Клуб объединяет тех, кто хочет победить болезнь и одиночество. История создания «Элохимов» имеет свои истоки еще в далеком 1991 году. Буквально через год после открытия клуба Нина Ларина пришла работать инструктором по спорту. «Клуб открылся в 1991 году. И начало его было, как ни странно, в реабилитационном центре в Черкасах. Там лежали наши колясочники после травмы. В Уфе тогда уже целый год работал, республиканский клуб «Эдель». И вот так лежали. Говорят, а почему бы нам еще и в Камертауне открыть? И вот председатель «Эдели» говорит, а что? Говорят, давайте собирать документы. И вот у нас четыре колясочника. Власов Сергей, Царьков Григорий, Бородин Григорий, Кельсимбаев Хусайин. Вот они, значит, как бы собрались. И вот четыре колясочника, собрали документы, все сделали. И Власов Сергей возглавил этот клуб. Работу клуба начинали действительно инициативные и сильные люди. К примеру, человек с мировым именем Григорий Царьков, будучи колясочником, покорил высочайшие вершины. Макинли, Эльбрус, Иремель и другие. Благодаря клубу «Элохимы» люди с ограниченными возможностями здоровья получили площадку для встреч, знакомств, чаепития и занятий спортом. Изначально здесь были только тренажеры, изготовленные кумертаутским авиационно-производственным предприятием для занятий тяжелой атлетикой. Постепенно количество видов спорта стало увеличиваться. На сегодня здесь люди занимаются по 12 направлениям. Для этого здесь есть все необходимые тренажеры и спортивный инвентарь. В 2014 году сделан ремонт. В клубе уютно и комфортно. Люди собираются здесь для того, чтобы доказать себе и другим, что жизнь может быть интересной и яркой, несмотря на инвалидность. Ведь многие до определенного времени были здоровы. Не все инвалиды детства. В какой-то момент, оказавшись выброшенными из привычной жизни, они не сломались внутри. Наверное, поэтому про них и говорят – люди сильные духом. Здесь никто не жалуется на жизнь, не унывает. А главное – не говорят о трудностях. А клуб – это прекрасное место для общения, говорят элохимовцы. Да, конечно, что там говорить. Самое главное – замкнутый человек, когда это происходит. А когда с людьми общаешься, все кажется лучше. Самое главное – здоровье-то все бывает лучше. Карина Милкова когда-то была кандидаткой в мастера спорта. Были большие перспективы на спортивную карьеру. Судьба распорядилась иначе. Но и здесь Карина Григорьевна добилась больших успехов. А главное – улучшилось ее здоровье. В 1998 году у меня обнаружили болезнь, в честь которой потом я получила инвалидность. Но я о клубе инвалидов не знала. О клубе существования этого клуба. Но я встретила Нину Ларину, которая мне подсказала, что можно вот это заболевание как раз усилиями вот этих тренажеров исправить и ноги, и все тело, и стать более полноценным человеком. Она позвала меня в клуб. Я стала заниматься усиленно, упорно. И почувствовала вообще облегчение намного лучше. Сейчас я чувствую. Мы ходим, тренируемся, общаемся. Скоро на соревнования по УФУ поедем. Едим. Скоро праздники у нас будем. В клубе могут заниматься и дети с ограниченными возможностями. Так Нина Трухина приводит для занятий сына. Результат ощутим, признается она. Конечно, очень много дает. Если мы сидим дома с ребенком, значит, он уже у меня затенел, значит, он уже закис и все, нет движения. А сюда мы уже сами сборы, пришли сюда, уже мы вдохновленные. А уже здесь сама обстановка, она дисциплинирует и заставляет просто заниматься. Задача же клуба – это активная реабилитация инвалидов через спорт. Когда клуб создавался, основная была задача, конечно, на спорт. Он так создавался, как бы спорт для портников. Но время идет, и сейчас получается, что людям, инвалидам, в общем-то, идти некуда. И поэтому у нас сейчас такая тенденция создалась, что мы принимаем людей с любой инвалидностью и с общим заболеванием. Дисциплина в клубе железная. Инструктор по спорту строго следит за тренировками. Ведь она уверена, чтобы добиться успеха, нужно упорно трудиться. Бывает, приезжаем с одних соревнований, сразу начинаем готовиться, но другие надо переключаться. Если у нас уже времени мало, мы, естественно, начинаем каждый день. Здесь, естественно, ну, все бывает. Вот, ну, стараемся. Активность, целеустремленность позволили команде клуба «Илохимы» демонстрировать свои способности на городских и республиканских площадках. Благодаря поддержке администрации города и Центра спортивной подготовки «Вымпел» в течение года шесть раз проводятся спортивные мероприятия. Это спартакиада, сабантуй и другие состязания. О победах спортсменов говорят многочисленные награды. На полках кубки разных уровней. Они все дороги. Поскольку за каждым из них стоит кропотливая работа, когда приходится тренироваться и состязаться, преодолевая боль. Награды, они, в общем-то, все и дорогие, и памятные, но самая лучшая награда – мой первый кубок, который мы зарабатывали, потому что это по тяжелой атлетике, по урлифтинг. Собирали команду, в общем-то, очень спотанно, не знали, кто что может. Собрали, еще ехали, машина ломалась, туда приехали. И там тоже, значит, нас уже сразу и на весы, и штангу сразу поднимать. Но, тем не менее, команда смогла собраться. Взяли первый кубок, ехали. Очень такие довольны, потому что первые соревнования и сразу удача. Встречи не ограничиваются только занятиями спортом. В клубе вместе обсуждают все вопросы, касаемые организацией всей работы. Кроме этого, вместе отмечают все праздники, дни рождения, устраивают чаепития. Мы чувствуем это, мы чувствуем, что нам хорошо. Мы здесь не только на соревнованиях ездим, мы и дни рождения здесь, и все праздники здесь проводим. У нас одна и большая дружная семья. Чаепитие здесь мы организуем. Ну, без танцев, конечно, никуда. Дискотека у нас всегда есть. Вот такой центр досуга, веры и надежды работает в нашем городе. Кстати, на сегодня это единственная общественная организация в республике, где люди собираются не только для общения, но и для занятий спортом. Элохимовцам же остается лишь выразить искренние пожелания счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале АРИС.